На ваших экранах новости Ленинского городского округа. Об основных событиях дня расскажу я, Олеся Попова и мои коллеги-корреспонденты телеканала Видное ТВ. Далее коротко о главном. В Ленинском округе продолжается ремонт медицинских учреждений. Технической составляющей, покраской и стен, и освещение, и отопление. Во всей стране проходит всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Каждый тренер, который сегодня у нас присутствовал в нашем мероприятии, они рассказывают о своем виде спорта и показывают. Участники программы «Активное долголетие» продолжают тренировки по скандинавской ходьбе. Мы разминаем сначала все суставы, все мышцы, и только потом переходим к ходьбе. В Ленинском округе продолжается ремонт медицинских учреждений. В планах к концу года привести в порядок туберкулезный диспансер в Видном и четыре амбулатории. Работы уже начались в фельдшерско-акушерском пункте поселка Дубровский. Там полностью заменят коммуникации, отремонтируют стены, полы и потолки, закупят новую мебель и оборудование и установят новые двери. Кроме того, на базе ФАПа оборудуют аптеку. Капитальный ремонт обойдется в 3 миллиона рублей. Завершить реконструкцию планируют к концу ноября. Еще одно медучреждение, где уже вовсю кипит работа – детское отделение амбулатории поселка Володарского. В детском отделении также проведут полностью ремонт с заменой и технической составляющей, и покраской и стен, и освещения, и отопления. И для наших детишек будет также комфортно пребывать на стенах нашей амбулатории. Уже к первому сентября завершатся работы в детской поликлинике Видного. Там установят новые раздвижные двери для удобства родителей с колясками. Кроме того, косметический ремонт проведут в офисе врачебной практики в Расторгуеве. В планах заменить плитку, напольное покрытие и входную группу. Также к концу года обновят кровлю и отдельные кабинеты амбулатории Бутова-парк. Неоднократно у нас амбулатория Бутова-парк затопляла, и была даже поломка флюорографического рентгенопарата именно с того крыла. Как раз будет проведена вся замена и те косметический ремонт, где пострадали кабинеты данной амбулатории. В текущем году также появятся новые медучреждения в жилых кварталах пригород Лесное, Зеленые аллеи и Восточное Бутово. Сейчас в них ведутся ремонтные работы силами застройщиков. При Видновской районной клинической больнице прошло первое за два года богослужения. Служба состоялась в день покровителя храма Великомученика и целителя Святого Пантелеймона. Пауза была вызвана пандемией и переформатированием учреждения здравоохранения под ковидный госпиталь. Теперь храм снова открыт для пациентов и персонала больницы. Конечно, исцеление души и тела, они, конечно, должны совершаться вместе. Если бы вылечить только тело, без души, то тогда лечить будет происходить в успешности. Поэтому необходимо заботиться не о том и о том. Всех ждем в нашем храме. Но в связи с очередным повышением количества заболевших коронавирусной инфекцией, определенные меры предосторожности сохраняются. Мы будем протирать иконы с эмоциональным раствором, также будем проветривать помещение. Ну и, конечно, во время исповеди, когда священник близко контактирует с прихожанином, с пациентом, мы тоже также будем одевать маску. Среди сотрудников больницы много православных верующих. Они рады возможности вновь посещать храм. Мы работали в одном кабинете, сидели и сюда в этот храм все время ходили. И причащаться, и к батюшке у нас тут был другой. Но сейчас мы рады, очень рады, что он опять открывается после долгих таких, так сказать, из-за этой пандемии, будь она не ладно. И как бы мы очень рады и счастливы, что он опять открывается. Будем ходить на службы, стараться батюшку поддерживать и нашу веру православную. Участники программы «Активное долголетие», несмотря на дождливую погоду, пришли на тренировку по скандинавской ходьбе. Занятия по этому виду спорта в Центре социального обслуживания «Вера» проходят пять раз в неделю. На одном из них побывала наша съемочная группа. Раз, два, три, два, три, четыре. Бодрое утро – залог продуктивного дня и отличного самочувствия. Так считают самые активные участники губернаторской программы. И пасмурная погода – не повод отменять занятия на свежем воздухе. В разноцветных дождевиках и с хорошим настроением видновчанки пришли на ежедневную тренировку по скандинавской ходьбе. Мы разминаем сначала все суставы, все мышцы, и только потом переходим к ходьбе. После ходьбы мы делали подводящие упражнения. Подводящие упражнения – это те упражнения, которые нас настраивают и дают нам возможность правильной ходьбы. Занятия по скандинавской ходьбе в Центре социального обслуживания «Вера» проходят ежедневно после разминки. Спортсменки преодолевают дистанцию в три километра. Это вид спорта, который просто оздоравливает. Мы все молодеем сразу, общение соответственно. Валентина Денисова – волонтер, помогает на занятиях главному инструктору, а также ведет свою группу, которая называется «Непоседы». Скандинавская ходьба действительно, она омолаживает, она оздоравливает полностью весь организм. Для Ирины Алферьевой это первая тренировка, но она уже успела оценить все преимущества этого вида спорта. Ходьба, конечно, помогает физически, для упражнений делаем хорошие. Мне, конечно, нравится девочки хорошие, ко мне очень хорошо относятся. Скандинавская ходьба – самое популярное спортивное направление в активном долголетии. Почти половина участников губернаторской программы посещают эту секцию. Ведь во время занятий правильную нагрузку получают 90% мышц всего организма. Я люблю этот спорт за то, что он помогает и нашему физическому состоянию, и душевному состоянию. Мы все дружим. Это очень хороший спорт. Всех призываю. Приходите. По всей стране проходит всероссийская спортивная акция «Зарядка со стражем порядка». Не остались в стороне и сотрудники управления МВД России по Ленинскому округу. Вместе с воспитанниками детских спортивных школ и секций они вышли на стадион «Металлург». Ручка левая вверх. Вот сетка там будет. «Зарядкой» это мероприятие можно назвать весьма условно, ведь в программе занятий разминка. Тренировки по бадминтону и самообороне, эстафеты и многое другое. И сами полицейские здесь не наблюдатели, а активные участники. Это всероссийская акция, приуроченная ко дню физкультурника, который проходить будет в этом году 13 августа. «Зарядка со стражем порядка». Мы с детьми провели сейчас зарядку. Также мы разбились по командам. И каждый тренер, который сегодня у нас присутствует на нашем мероприятии, они рассказывают о своем виде спорта и показывают. «Раз! Я погнал! Я погнал! Хорошо! Хорошо!» В акции приняли участие ребята, занимающиеся в различных спортивных секциях по футболу, бадминтону, борьбе и другим видам спорта. «Футболисты прямо молодцы. Прямо моментально взяли к себе каждое мое упражнение, да, прямо вооружение». «Ну, главное, чтобы, наверное, в игре в свое не применяли». «Да, и в игре я еще им объяснил, что это только остается сегодня здесь, и все». «Для самозащиты?» «Да». Такие занятия, помимо изучения, например, некоторых приемов самообороны, приносят и чисто практическую пользу спортсменам. Так считает заместитель председателя общественного совета при ОМВД России по Ленинскому округу Дмитрий Гашев. Он сам в прошлом профессионально занимался бадминтоном. «Если у меня профильный спорт бадминтон, мне обязательно включают футбол, мы играем на сборах. Дополнительные виды спорта, они обязательно нужны для того, чтобы у человека немножко развивалось сознание, то есть координация немножко другая была». Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» была запущена в 2016 году и с тех пор вызывает немалый интерес у молодежи. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся завтра в это же время. До новых встреч!